МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такой угодник Божий, всегда молитвенчик наш, ходничек наш. Он от всего нас оберегает. Такие особые. Мы говорим о своих молитвах, когда бьет у гроза, ветер, все выступают, мы прям очень мастерие. Помогите мне Рязанской. Ответи все. Наши Рязанские, они нам очень близки, понимаете? Мы вот Рязанские, сияние Рязанские. Они нам очень близки. Они в первую очередь нам на помощь. Только позови их. Только позови их. Конечно. Итак, мы отправляемся в центр Рязанского края. Его сердце – древний и славный град Рязань, где состоялись торжества по случаю празднования собора рязанских святых. Подъезжая к Кремлевскому валу, нельзя было не заметить в небе огромный крест, предвестника больших и радостных событий. Нас встретил юноша по имени Вячеслав. Приехал Слава из Тумы в поисках работы и пропитания. Легко и непринужденно мы приближались к Рязанскому Кремлю. Славик делился своими проблемами и тем, что очень хочет поверить Бога по-настоящему и научиться, наконец, молиться, что не везет ему с девушками, так как не может он любить одну, симпатичные ему сразу несколько. Такая вот у него, дескать, натура. Дав совет Славику вести себя спокойно в храме и не разговаривать, мы стали подниматься по высокой кремлевской лестнице. Наш попутчик спросил, долго ли молчать. На этом вопросе наши пути разошлись. Переступив порог Успенского кафедрального собора, мы попали в другое измерение. Медленно пробираясь к исповеди, которую проводили несколько священников, мы приблизились к алтарю. Благолепие этой службы словами не передать. Всякая усталость пропадает, когда ты оказываешься на большом празднике в Божьем храме, тем более в день главного святого земли Рязанской, нашего святого Василия Рязанска. Паки, паки, миром Господу помолимся, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Божьим твоей нюхомой. По каждой исповеди вдруг мысль их проносится. Святитель Василий управлял Рязанской кафедрой всего несколько лет, а какой снискал к себе уважение и любовь к жителям этой благодатной земли? Терпеливый, незлобивый, уповающий на Бога во всем, он был первоначально епископом Мурома, вел чистую праведную жизнь. Однажды этого честного епископа обвинили в том, что он нарушает монашеский обед. Народ требовал расправы над святым. Тогда, после долгой молитвы, святитель Василий пошел на берег реки Аки, положил на воду свою епископскую мантию. В руках у святителя была икона Пресвятой Богородицы, неся бы с духом бурным против обыстрин речных, то есть поплыл против течения. Разумленный этим чудом, муромляне кричали архипастырю, чтобы он вернулся, однако тот был взят от них в мановение ока. Святитель оставил муром в десятом часу утра, а в третьем уже того же дня, к вечерней, был перенесен на расстояние более двухсот верст от мурома в Рязань, в шестидесяти километрах ниже по реке от современного города. Тут чудеса продолжились. Как раз перед самым прибытием святителя рязанцы собрались в храм на богослужение, но вышедший дьякон никак не мог провозгласить обычного благослови владыка. Он молчал до тех пор, пока вразумленный господом не воскликнул «Владыка грядет, сретайте его!» И князь Рязанский, сретя его за кресты и со всем освященным собором и прият святаго праведного Василия епископа, радуясь со всеми православными христианами. Чудесным образом он добрался до Рязани, где его приняли с почетом. После этого события Муром лишился епископской кафедры, и она была перенесена в Рязань. Святитель не стал доказывать свою правоту, усомнившимся в его святости людям. Он возложил на Господа распорядиться его дальнейшей судьбой. И в нашей жизни также происходят подобные случаи. Великое умение смириться, не отвечать злом на зло, а с любовью и кротостью положиться во всем на волю Божью. Порой очень сложно. Но если сломать в себе ветхого человека и создать душевного заветного, так как это сделал святитель Василий, то один из сложных уровней жизни будет обязательно преодолен. Далее Господь явит себя через события, обстоятельства и людей. Это высший пилотаж. Кстати, в небе в этот день прямо над Кремлем выписывали пируэты воздушные птицы. Оказывается, 23 июня в Рязанском десантном училище состоялся 137 выпуск молодых офицеров и 8 выпуск прапорщиков. Рязань – это еще столица ВДВ. И по этому случаю проводились показательные выступления в небе. Жизнь просто кипела и накрывала волной. С одной стороны – духовная радость, благодать Божия. С другой – свадьбы во время поста. Пусть не такого строгого, как великий, но все же. Петров пост – пост всех святых, принявших подвижнической жизнью дар Духа Святаго. Людей, попиравших грехи во имя высшей цели – спасения души. А наша суета и погоня за удовольствиями часто заслоняет Бога совершенно. И лишь беда и скорбь заставляет друг пуститься в дальнюю дорогу в поисках истины, в поисках главного, в поисках помощи Божьей. Вот, слава Богу, скорбями и болезнями я пришла к Богу в 97-м году. К Богу я верила всегда. У меня бабушка была, бабушки, они обе особенно, была у меня бабушка Матрёна, очень верующая. Она до революционные рождения, третий год всю жизнь ходила по упокойникам. Салтыр читал еще в советские годы. И мы, да, росли вот на этом вот примере. Вот, ну а уже вот так вот ходить, чтобы в храм исполнять, стараться заповеди, пост соблюдать. Хотя вот пока что вот такой. Вот, ну, это уже я только начала где-то в 50-ти годах. Вот, ну а Господь вот привез скорбями и болезнями. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Да. Это, наверное, не сразу, конечно, все приходит постепенно, но паломнические поездки в этом и крепляют. Это один из путей прихода к Богу. Потому что мы едем, смотрим, прикладываемся к чудотворным иконам, к мочам святителей и преподобных там или блаженных. Мы еще будем блаженную Любушку Рязанскую посещать, тоже заступницу, и у нее тоже хотим попросить и поклониться ей. Конечно, все это приходит со временем, и каждый для себя открывает Бога, наверное, в какой-то определенный момент жизни. Но хочу сказать, что, наверное, все-таки больше, поскольку вот нас в советское время очень подкосило как бы вере, и больше сейчас мы все идем не потому, что нас вложили веру наши дедушки, бабушки и родители, к сожалению, а скорбями и болезнями. К сожалению, сейчас вот такой путь. Но ничего, мы этому очень рады, потому что мы узнали Господа, мы узнали Матерью Божию, мы узнали святых заступников, которые за нас молятся. И вообще здесь, ну, это просто даже несравнимо. Вот те ощущения духовные, душевные, когда бываешь вот на таких службах, бываешь в монастырях или вот встреча со священником, да, вот неожиданно такая. То есть мы очень рады, потому что мы сюда приехали. И надеюсь, что у нас еще год вообще живы будем, и Господь нас подобит, то мы еще раз приедем, потому что я еще год уже посмотрела праздник святителя Василия Рязанского. Падает на воскресенье. У нас тоже будет возможность из Липецка посетить. И вот, и вас спаси Господи. День памяти святителя Василия Рязанского приходится на один из теплых дней годового круга. 23 июня. Потому чаще всего это солнечный, теплый день, наполненный сочными красками лета. Буйное цветение липа рассыпало на всю округу исторического центра Рязани 23 июня 2018 года. Паломники стекались на архиерейское богослужение. Сегодня в Рязанском Кремле Божественную Литургию возглавил митрополит Рязанский Михайловский Марк в сослужении епископов Касимовского и Сасовского Дионисия и Скопинского и Шацкого Феодорита. Собралось в Успенском кафедральном соборе многочисленное духовенство Рязанской земли. Приехали и Михайловские священники, клирики и благочинные двух округов, два отца Сергия, Арсентьев и Орлов. Сподобились попасть на это торжество и мы. Жара июньского дня не стала преградой для многочисленных паломников. Из одного Михайловского района приехали несколько автобусов, желающих поклониться святителю и святым в земле Рязанской просиявших было в этот день немало. После литургии архиереи, духовенства и миряне прошли крестным ходом вокруг собора Рязанского Кремля. Песня. 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 Богу за все, за этих необыкновенно простых, добрых и чистосердечных людей. Они есть, и их много, и с каждым разом открывается их сокровищница все больше и больше. ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ И я ей предложила, она согласилась. А потом вот она заболела, и сразу что-то болезнь на нее навалилась. И получилось так, что я вот и заболела. Ну вот все-таки такой ответственный пост у вас, да, святитель Василий. Наверное, ей посылаются тоже определенные искушения, сложности какие-то. Конечно, конечно. Как вы преодолеваете, как вообще живет с Богом? Как живет? Рабчу, конечно. Все право, помню сегодняшний день. Все бывает, все бывает. Но все равно уповаю. В конце концов, все равно уповаю. Все равно вот радость какая-то духовная есть. Сегодня литургия была ранняя, это что-то необыкновенное. Благодать стояла такая. Гостей очень много. Необыкновенная, такая была благодать. Я ревела всю службу. Причастилась, конечно, слава тебе. Господи. Девочки, а мне чай пить все кончилось? А вы давно к Богу пришли? Девочки, мне чай пить. А вот там, наверное, мы так думаем, что там, где группа людей большая есть, там, наверное, и чай пить. К Богу я пришла, ну, как сказать, давно. Мне кажется, не очень давно. Года, наверное, с двух тысяч. Когда Владыка Павел служил. Вот. Да. А я думала, вы всю жизнь верующие. Нет, 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 нет. Я вот, это тоже, ну, как сказать, таинство какое-то. Вот почему? Мне не хватает. Мне не хватает. Вот сколько я хожу в храм. Слушай, мне не хватает. Я не насытюсь. Но нельзя об этом говорить. Я не насытюсь. То есть вы хотите все компенсировать, что вы знаете? А я сама не знаю, что я хочу, но я вот, Аллочка, мне даст соврать, что я постоянно в церкви живу церковью. Вот. И благодать на небе произошла. Такой крест. Господь. Во все небо. Во все небо. Вы видели крест, да? Да. В небе. Да. Вот свидетель Василий Радосов. После первой службы. После первой службы. После первой службы. После первой службы. Спасибо. А что самое интересное, мне хочется с вами поговорить вот на какую тему. Вы этот храм со святителем Василием особо, как говорится, к нему прилеплены. Да. Вы у мощей находите. Да. Вот что вы вообще ощущаете и переживаете? И как вообще так получилось, что вы оказались у мощей святителя Василия? Это, наверное, воля Божья. Только всего. Какая-то радость у меня. Я вот даже его не зря. Вот мне не нужны ни одежды, ничего мне не надо, ни материальные ценности, ни дома. Ну, конечно, в скорбь одна такая есть, в цене. У меня два сына. Второй сын у меня, он к Богу тянется. А я тут погибающий. Ну, Господь, ну, Господь же слышит, Он все поможет, Господь. Ну, значит, так надо. Да, Он ближе, чем рубашка. Как вы к Богу пришли? Я себя понудила в самом начале. Я осталась без матери. И мне, значит, вот, у меня было наставление матери моей, как мне дальше жить, как мне дальше жить. Очень страшно, она мне сказала, очень-очень страшно. С такими словами она ушла. Потом уже все, она не приходила себе две недели. И я думаю, а как мне дальше жить, а как мне дальше? Что мне делать? И вот так, значит, мне надо идти к Богу. И вот так потихонечку, по-моему, делала себя. Вот так потихонечку, по святым местам. А в основном, я сейчас припоминаю, самое основное, это паломнические поездки к нашему преподобному Сергею Радонежскому. Это наша обитель такая святая. И вот очень, каждую осень ездили туда, значит, Свято-Троицкий монастырь, Сергеев, Свято-Троицкую обитель и обязательно к Сергею Радонежскому. Каждую осень туда, вот в одно и то же время, в ноябре, там же получила благословение. Батюшку, не знаю, он тоже священник такой высокий, прямо на территории Лавры. Благословила на духовную жизнь с моей подружкой. И мы даже не поняли, что это такое есть. Я даже, мы только пришли в себя через год. Только потом, вот, это все пришло потихонечку. А вот для меня Лавра, вот, это Серег Фасад, Лавра Свято-Троицкая, для меня это очень большое значение в жизни сыграло, потому что для меня это самое такое близкое, вот, мое место. Ну, это понятно. А сегодня Лавра хорошо, а святитель Василий... А ведь и с этого началось, правильно. А надо было оглянуться и посмотреть. А у нас сколько святых. Филиппушка Рязанская блаженная, правильно. И святитель Василий Рязанский. Вот, и очень часто приходим, если бываем на службе, мы ходим вот здесь к его мощам, вот, уже с улицы. Мы читаем там Тропарь, Кондак, читаем ему, величаем, и вот стараемся зайти обязательно ему, прописи Тропарь Василий Рязанский. А вообще жить-то радостней стал с Богом? Надежней как-то. Надежней? Да, и по жизни думаю, что все, со всем справимся, и все будет у нас все замечательно. Мы величаем, величаем вас, святитель, В Рязани старый, запустил и после татарского разорения, Любимый народом архипастырь Василий Рязанский жил недолг. Отсюда он на той же мантии, с той же муромской иконой в руках, После очередного татарского разорения города, в 1288 году уплыл в Переславль Рязанский. Здесь, в 1295 году, он скончался и был погребен при Борисоглебской соборной церкви. 10 июня 1609 года, святитель Феодорит Рязанский обрел нетленной мощи святителя Василия, Рязанского чудотворца, и перенес их в Успенский собор. Имеется в виду, конечно же, старый Успенский собор, ныне Христорождественский. Но Руси в ту пору бушевало смуток. Всюду бродили шайки поляков и вульных казаков. Под Москвой стоял лагерь самозванец Л.Ж. Дмитрий II. И поэтому святые мощи положили под спудом, А над местом погребения поместили чудотворную муромскую икону Божьей Матери. В описи 1638 года можно прочесть. По стороне каменных дверей гробница каменная, А в ней почивает епископ Василий. Над гробницей образ причиствия Богородицы Умиления, И тот образ моления епископа Василия Муромского и Рязанского. Мощи святителя Василия Рязанского и чудотворца Находятся на своем месте по сей день. Ежегодно 23 июня собираетесь здесь. Нет, бывает не ежегодно, потому что мы работаем, А сегодня выходной день, и мы попались сюда сегодня по обженилости, На такой праздник. Счастливые. Ну и как вам сегодня? Нам очень понравилось. Такое стечение народу вас тут не замяли? Нет, мы терпеливо терпели друг друга. А сейчас есть это богослужение, еще два владыки им сослужили. Три владыки, да. А сколько батюшек было? Все из нас в области, большая часть? Да, крестный ход, необыкновенный. А вообще как вам помогает вера православной жизни? Очень помогает. Без веры жить нельзя. Вы давно к Богу пришли? Трудно сказать, когда пришел человек. Это же прям не вот такая, что прям ступенька поднялся и пришел. Потихоньку идем, движемся, шагаем, ходим на службу, Прощущаемся, исповедуемся. Но векше становится это? Векше становится. Вера, без Бога, это жизнь, жизнь не леса. Жизнь продолжается. Живой становится. Живой, а так вот остальные все, которые не верят, они мертвы? Не знаю. Немножко. Немножко не мертвы. Немножко не в ту сторону. А они смотрят на верующих и говорят, ой, да, у них там по-всякому говорят, в общем. По-всякому говорят, просто человек не ощутил. Вот как-то батюшка цена, тот человек, который ощутил Божьей благодать, он никогда не потеряет дорогу. Правда, это, наверное, так. Но ведь она сложна, как вы сказали. Не сразу бы на нее встал и пошел. Это очень сложно. Терпеливо двигаться, может быть, это будет. Вы тоже не передайте. Да, и в пиццах. Не передайте это словами, нужно просто, чтобы человек сам, он познал это, чтобы он коснулся. Испытать этого надо. А на словах это очень трудно. Человек сам пришел к Богу. Это главное. Вы всю жизнь верили в Бог? Матушка, которая не сохранила. Вы в каком крае трудитесь? В казанском. В казанском. А давно вы стали жить в церкви? Ну, там недавно. А что вас подвигло? Почему вы... Ну, вот так вот, вера, вера была. Разные обстоятельства жизни. Раньше к нам не ходили. А вот так вот произошло, что-то такое было. Да. Да, Господь призвал посту, ему, он праздник, я призвал. Главное, понять. Не за что. Господь мелочь свою оказывает. Господь вам открыл. За что вы поняли? Да, да. Это ведь тоже великое счастье. Открылся. На самом деле. Ухожанка Иоанн-Кронштадтского храма. До свидания. Иоанн-Кронштадтского. Молодежь. Такая работа ведется. Воскресная школа, детская школа, взрослая школа. Вот закончили воскресную школу взрослую. И беседы проводятся. Да, и владыка приходит на беседы. Народ много, молодежь идет к храму. Просто удивительно. Вот мы в храме, наш храм на 19-м году уже действует. Вот за это время, наверное, последние годы 2-2,5, мы видим мужчины, взрослые, молодые, подходят к чаше с ребенком на руках. Это такое умиление. Мы просто вот радуемся. Мужчины, молодежь. Это очень забыло. Ну, изменилась вся жизнь. Стало же и прегче. Без веры. Ну, легче. А вот, 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 искушение все-таки. Когда Господь, то Он тоже проверяет. Он посылает какие-то, ну, определенные жизненные ситуации сложные, которые нужны с верой. Ну, с Божьей помощью, да, как-то вот управляешься с Ним. Он проспось, помогает. Чувствуешь Бог рядом, присутствие Бога. Бегче жизнь. Чувствуешь, дыхание прикрывается в храм, бегом, спотыгаясь ближай. Сегодня особый день для Рязани, хотя далеко не все из рязанцев помнят, знают и посчитают этот праздник. И тем не менее, этот праздник от этого не умаляется. Святые память, которых мы сегодня отмечаем, прославлены наибольшей, наивысшей славой. Они отмечены неземными, почестными, знаками отличия. Они отмечены славой у самого Бога, который прославил их. И прославил их не только доброй, но и хорошими отзывами, но прославил их своей небесной славой, прославил чудесами, чудотворениями и обильными Божьими дарами. Мы сегодня почитаем их, духовный свет, духовную элиту Рязани. В эту духовную элиту входят самые разные люди, святители, преподобные, блаженные, благоверные князья, самые разные люди, люди всех сословий. Все те, кто призрел славу человечеству и кто больше имел помечение о славе Божьей. Жизнь святителя Василия – пример веры и терпения. В 1636 году над мощами святителя была устроена каменная гробница и над нею поставлена икона Божьей Матери Моления Василия. Помимо раки святого, расположенной в Христо-Рождественском кафедральном соборе, на улице с левой стороны церкви можно поклониться святителю Василию у памятного мраморного креста. Он находится как раз со стороны раки святого, что мы и сделали. Святитель Василий одарил нас теплой волной радости. И не было просьб, а была лишь одна благодарность нашему родному святому за торжество, причастие святых христовых тайн, встречу с дорогим владыкой Марком и ставшими родными батюшками земли Рязанской. Липецкий, снимайте их. Спасибо. Вот, они приехали сюда. Скажите, послово, откуда вы? Вы откуда? Откуда, что? Интересно, что ли, разве? Очень интересно, мне интересно. Вот мы из Михайлова, а вы? Мы Шиловского района, село Красный Холм, Крестово-Оздвиженское, Полунинское, Монашеская община, то есть небольшой монастырек мужской оттуда приехали. А что вас сегодня сюда привело? Ну как, как любого, просто любого человека, любого верующего человека, память святителя Василия Рязанского, естественно. Ну а уж тем более духовенство, которое служит у алтаря Господня, они, конечно, всегда стараются побывать в этот день на памяти святителя Василия, который является главным святым нашей Рязанской земли, попросить его благословения у святых его мощей, вот, где он сейчас в Христо-Рождественском покоится. Всегда, ну не только, конечно, в день памяти, и в любое время, конечно, стараешься сюда, когда в Рязани бываешь, естественно, забежишь всегда к святителю Василию благословиться, но уж тем более его день памяти, конечно, обязательно стараются все. Ну вот, я говорю, что липецкие паломники тоже, да, из святителя Василия, то есть всегда, и до революции тоже очень много приезжало с разных сторон, с разных областей, тогда губерний, поклониться святителю Василию, попросить его святых молитв, вот, так и сейчас тоже, сами видели, сколько народу было, вот, сегодня торжество и погода позволяет, слава Богу, все, и тепло, и настроение. А вы как-то ощущали сегодня? Благодаря, какая своя служба была особенная? Я думаю, что каждый, каждый, ну, каждая служба особенная, вот, кажется, много лет служишь, да, а всякий раз она особенная, всякий раз, вот, спасибо Господи. Спасибо Господи. С праздником. Спасибо Господи. Благодарить нас на обратную дорожку. Господь благословит. Впервые приехали сюда, на Рязанскую землю или же? Нет, я второй раз уже, на первый раз была очень давно, лет пять назад, и как-то смутно такие воспоминания остались. И когда по календарю я посмотрела, что выпадает на субботу День памяти святителя Василия Рязанского, я подумала, что надо собрать единомышленников, наших сестер своих, вот, по духу, и привезти сюда на этот великий праздник, потому что святой это очень необычный и необыкновенный, вот, отличающий не только своей любовью, но и тем, что, ну, уже, наверное, все узнают в житии, что он сюда приплыл на мантии по воде. У нас не каждый святой имел возможность такую от Господа ходить по воде и не тонуть. Вот, поэтому мы приехали сегодня поощрить его память и, как всегда, попросить у него и молиться за наших родных и близких, кто-то просил здоровья, кто-то работу, кто-то трудоустройство, ну, детей, кто-то, наверное, что-то в семейной жизни. То есть все мы приехали со своими радостями и скорбями сюда, вот, ну, всегда. И потом мы нашли в его лице, находим нашего небесного покровителя и защитника. Поэтому мы очень рады, что мы были сегодня на необыкновенной архиерейской такой службе, потому что митрополит Марк необыкновенно служил, очень тоже любвеобильный, такое количество священства сегодня было, подъем такой необыкновенный. Конечно же, благодати было много, святаго духа, необыкновенный крестный ход был после службы, мы причастились. В общем, мы очень рады, что мы посетили Рязанскую землю и вот здесь были рядом с таким великолепным нашим святителем. Очень вкусно. Будем дома так готовить. После такой службы, да, после такой службы и каша необыкновенная. Да, необыкновенная. Вот я еще ни разу не догадалась, чтобы грешек вот так вот посушить, приготовить. На свежем воздухе усы, и кереводили. Да, и молимся за владыку Марка, вот, никого голодным не оставят после службы. Все, кто желает, видите, все кушаем. А как вам сегодняшнее архиерейское богослужение? Очень. Про это сказать нечего. Нет, про это сказать нечего, правильно, ну вот Матушка Антонина говорит, с права Христи, про это сказать нечего. Архиерейская служба, всегда мы, как на небе на самом деле. Всегда вот и стремимся попасть на эту службу архиерейскую. Издалека вот едем. Откуда? Я даже вот не в Рязани, не совсем далеко, но все равно с района, с Рязанской, у нас поселение Тюшево. Вот, надо добраться, вот сейчас назад надо добраться, но редко я здесь бываю. Ну а сюда вот душа просится, да. Вообще, что сегодня произошло в вашей жизни? Во-первых, служба очень была, хороший день, замечательный. И, ну, я не знаю, прям всем так очень понравилось. Почему вы из Михайлова приехали сюда в Рязань? Потому что праздник. Василию Рязанскому, святителю нашу, ну как, мы к нам приехали, обязательно приехали. Собрались, вот 20 человек. 20 человек? 20 человек, повторюсь. Приехали, да. Так что вот так. Некоторые причастились. У меня такое ощущение, как будто я лично побывала самого Василия Рязанского. Серьезно? На службе, да. Даже до сих пор мы мне предвозвали, как будто вот он действительно нас всех многослабляет, но причастили. Ну, так, значит, и было. Так, значит, и было. А вот вы расскажите, вы вообще давно к Богу пришли? Ну, как, в общем-то, я всегда была с Ним, просто в хаву не столь часто ходила. А сейчас уже, да, все совсем. Теперь так и будет. Новый этап. А почему он новый? Чем он новый? Ну, потому что, как, стал Богу молиться, в церковь стал ходить, уже стал по-другому себя вести. И с людьми, и с детьми. Терпения стало больше. Проблем стали решаться, стали решаться. Господь явил чудо на меня свое, да. И как это произошло? Ну, как, вот во всех делах все это заметно, во всех делах моих. И дома, и на работе, и все вот как-то по-другому стало. Все стало по-другому, по славу Божьей. А сегодняшняя служба, архиерейское богослужение? У меня даже слов нет. У меня нет слов. У меня вообще нет слов. Это вот благодать, Божья благодать спустилась на нас. Да. Здесь, да. Даже Господь нам. Смотри, да. А как и вел чудо. Хэ, ты верили на небе-то? Да. Да. Крест на небе. Это больше оскарма. Ну, там не только крест, не только хэ, как-то что-то такое. Я сама из Дагестана. Я дагестанка. Вот сколько раз ситуация была уехать из Рязани, хоть разорез, хоть что-то делай. Не пускал. Не знала вот, кто тут. Потом со временем общаться стал с местными, более внутренне. Вот. И они говорят, тебя, святитель Василий, не пускает. Вот. И первая моя икона была «Ни спаситель, ни матерь Божья». Вот, хоть я смотрела службы рождественские, но я тогда вообще ничего не понимала абсолютно. Вот я для родных, я была совсем другая. Ну, как бы, не из того породы. Вот. И сейчас, слава Богу. Ну, вот дагестанка, но православная. Ну, да. А как это так произошло, что вы сказали православную? Вот Василий Лизанцев? Ну, жизненные обстоятельства. Со своими земляками в нашей жизни сложилось. Вот. Ну, как-то духом чувствовала, что не то вот. Ну, вот не то вот. Ну, вот не мое. Не надо мне этого. Вот одна воспитываю сына. А сын теперь не слушает. Нечего молиться, если... Вот. Ну, я знаю, что вот все зависит от меня. Да. От мамы. И от Господа тоже. Насколько будем молиться, да? Насколько будем молиться сильно? Насколько терпения хватит. А терпения ее нет. Нет. Вот как Амбрусия Октябрь сказал. Терпение нужно воз, и остальное нужно целый обоз. А ни того, ни другого. А саблятельно нет. Но, тем не менее, слава Богу, что вот святитель Василий. И при Владыке Симоне мы видели вот самого святителя Василия над куполом. Да. Это было очень давно. В общем, Василий Визанского почитаете. Да. Мы к нему прибежались, мы к нему ходили, а потом перестали. Стали полканами. Больше никак не назовем. Вот теперь надо быть православной, чтобы опять заново к нему прибегать, и чтобы он моих не оставил. Скажите, как Вас зовут? Я Марина теперь. Марина. А Вы крещение? Да. А до этого как Вас звали? Да, не надо. Ну, все равно, ну, почему не надо-то? Нет. Она уже того не стоит. Она уже куда-то улетела. Улетела. Да. Ну, хорошо. Пусть она едет далеко. Да. Не зладим это точно. Не повторим. Да, благодарите вообще. Мы так благодарны этому дню Василию Зарагу. Всему этому торжеству, которое было сегодня, это просто не высказать и не сказать. В Бог вообще веру очень давно. Ну, и веру, и знаю, что Господь есть, и Он мне во всем помогает. Вот во всем, абсолютно. Богороди никого-нибудь нет, у меня все растет. Где-то чего-то заняла деньги на квартиру внучке, отдала тут же. Вот откуда брались деньги, я не знаю, сама. И моя дочь, Катя, я не понимаю, мама, где ты их берешь? Вот Господь посылал все. Вот так все. Вот да, все с Божьей помнит. Не посылает, не посылает. Когда от него надеешься, он никогда не бросит. Это вот даже сомневаться, вам не сомневаться. Да? Никогда, не сомневаюсь. Никогда. На мне, Наташа, Матрёночка помогла прийти в квартиру в серебряную посадку. Вот. Да, в серебряную. Это у вас квартира в серебряную посадка? Матрёночка ходила, Матрёна спросила, и вот она мне помогла. Привет, Михаилову родному, Людмила, Людмила, Марина, Надежда и Анна. Спасибо вас, Господи. Низкий вам поклон. И с праздником вас, дорогие девочки. С праздником. С праздником. С праздником. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. С праздником. С праздником. С праздником. С праздником. С праздником. Субтитры подогнали Симон. 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 И вот когда человек не ищет своего, следуя за Христом, а готов наоборот отвергнуться себя, взять крест свой и тогда последовать за Христом Господом, тогда его жизнь меняется к святости. Как говорит апостол Павел, ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш святость, а конец жизнь вечная. Вот почему мы прославляем святых. Как они стали святыми? Они отверглись отверглись греха и стали рабами Богу. Почему это возможно и для нас, да потому что мы с вами все слышим во время литургии удивительное возношение молитвенное, святая святым. Когда возносится тело Христово и предлагается всем верующим, находящимся в храме. Церковь нас называет святыми, но не потому что она ошибается, ведь мы не святы, а потому что призывает нас к этой святости. Чтобы отвергнуться себя, чтобы лишить себя того, к чему мы привыкли, ограничить себя в том, что мешает нам следовать за Христом, конечно, многим нужно удостоверение в том, что награда Царства Небесного, она гораздо важнее и значимее всех наших земных благ. И вот святые удостоверяют нас в этом вновь и вновь, обращаясь к ним в своих молитвах, взирая на них, как на примеры святой жизни, мы с вами имеем великое множество свидетелей, которые этим путем прошли, которые сами отверглись себя и своего земного благополучия, следуя за Христом. И посмотрите, что они приобрели. Они приобрели великое благоволение в очах Божиих и Царство Небесное. Мы с вами все трудимся для Царства Небесного, но достаточно ли мы трудимся? Вот вам живые примеры того, чего человек может достигнуть, если действительно Христос центр его жизни. Песня «Священная глава Богомудрия» 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 «Священная глава Богомудрия» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.